Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Виктор. Я являюсь владельцем электроинструмента, произведённой фирмой Днепроэм. В частности, это бренд Фореста Цепная Электропила, который владеет два года. Также мне пришлось столкнуться с гарантийным ремонтом данного изделия. Поэтому это видео предназначено для тех людей, которые размышляют. Покупать инструменты Днепроэм и Фореста или нет? Я хотел бы поделиться как личным опытом, так и проанализировать вообще деятельность данной фирмы. Хочу сказать сразу, что данное видео не заказное. Я делаю по личной инициативе в помощь будущим покупателям, поскольку сам на Ютубе ищу полезную информацию. В первую очередь, я хочу обратить внимание на отзывы в отношении данной фирмы, чтобы поняли, почему я снял данное видео. Если посмотреть на Ютуб, то не игнорируя ролики на канале фирмы Днепроэм, то видим, что есть в топе немало видео, которые с отрицательным оттенком и очень негативно высказываются об изделиях, в частности, об электроинструментах данной фирмы. Понятно, что, может, чем-то они и уступают, но, ребят, хочу обратить ваше внимание на данный момент, что учитывайте, что это не Бош и не Макита. Это электроинструменты, которые имеют доступную цену, поэтому их могут приобрести люди с ограниченными финансовыми возможностями. И давайте перейдем ближе к делу. Обратим внимание на сайт фирмы Днепроэм, на каталог товаров. Здесь мы видим, есть большой выбор инструментов, не только электрического, есть и ручной, и слесарный инструмент, лестницы, наборы, средства индивидуальной защиты, компрессоры и другое специфическое оборудование. То включим логику и подумаем, чтобы производить такой широкий ассортимент различной сложности изделий, то нужны довольно большие и серьезные производственные мощности. И если бы все вот это дело не покупалось, вложения были бы нецелесообразны. Второе, что меня привлекает, это лояльность к своим клиентам. И здесь действительно очень большой плюс у фирмы Днепроэм. У них есть и акции, например, в частности они практикуют бесплатную доставку на свои изделия. Ну и, что немаловажно, они дают как бы дополнительные бонусы и для своих клиентов. Обратим внимание на возврат товара, к примеру. Конечно же, как и гарантирует закон Украины о защите правопотребителей, фирма обещает вернуть в течение двух недель товар. Но смотрите, у нас есть еще такой момент, 60 дней на возврат товара. Понятно, в соответствии с определенными условиями, но, тем не менее, довольно привлекательный момент. Особенно, если товар был куплен как подарок, и не подошел тому человеку. Также есть возможность купить новый инструмент, сдав старый, да, и получив скидку. Своего рода фишка Apple, сдай старый iPhone, получи новый. И что также немаловажно, это сервисное обслуживание. Перейдем в раздел сервис. И когда мы покупаем бюджетный инструмент, особенно электроинструмент, то это то, на что нужно обращать внимание в первую очередь. Например, покупая свою пилу Foresta, да, о которой есть у меня отдельный ролик на канале, то я обращал на это внимание, потому что были в такой же ценовой категории другие изделия, но там с сервисом был большой вопрос. Во-первых, что здесь есть больше 20 сервисных центров по Украине. Можно отправить в дом, а можно отнести в магазин, как я и сделал, и с магазина отправили на ремонт. И обратите внимание, это еще один плюс данной фирмы, что большая сеть магазинов мы здесь имеем. Даже в таких точках, там где из могил, на приграничных областях, они имеются. Я, например, сдавал здесь, в городе Мелитополь, и там же и получал пилу. Здесь в магазин можно прийти, да, посмотреть товар живую, подержать в руках, получить консультацию. Также еще один положительный момент в связи с ремонтом, это регистрация инструмента. Для чего оно нужно? Чтобы получить дополнительную гарантию. И вот обратите внимание, пожалуйста, что дает это. Три года гарантии на инструменты Днепроэм, два года гарантии на инструменты торговой марки Фореста, и пять лет на сварочные аппараты ММА. Поэтому, даже если он у вас сломается, как это случилось у меня, благодаря тому, что у вас есть гарантия, вам его починят. Поэтому инструмент себя отобьет. Достаточно только ввести этот код. И еще один немаловажный момент, это как производится на практике гарантийное обслуживание. Здесь я хотел бы рассказать свой личный пример. Я купил пилу в июле месяце 2018 года. Брал ее не в магазине Днепроэмпал, но АЛХ. Я не регистрировал через сайт, позвонил по номеру, который здесь указан. И мне зарегистрировали пилу работники колл-центра. Когда я сдал ремонт, как оказалось, что не внесена база. Значит, поскольку не внесена, то гарантия только один год. А пила сломалась на втором году эксплуатации. Я просто и честно рассказал данным представителям, что так и так. Я действительно регистрировал по телефону. Это одна из причин была, по которой я покупал и так далее и тому подобное. И они мне поверили на слово. Приложили усилия и отыскали меня в какой-то другой базе. Возможно, у них было обновление. И отремонтировали бесплатный инструмент. Хотя налегке могу сказать, что где доказательства, что вы регистрировали, аудиозаписи разговора с работником колл-центра не было. Но они поступили, как говорится, по-человечески. И к тому же, когда я забирал пилу, мне подарили рулетку. Наверное, в качестве морального ущерба или в том, чтобы дальнейший сотрудничал с фирмой. Поэтому видим, что на практике у них человечное отношение. И особенно, если обратить внимание на то, что было отремонтировано в моей пиле. По факту, это практически новый электродвигатель. Поэтому в дальнейшем, лично я намерен сотрудничать. Поэтому какой можно сделать вывод? Что хотя инструмент, конечно, это, как говорят, не самый полет. Это не Бош и не Макита. Но данная фирма следит за своим именем. У нее есть черный список. То есть, это те интернет-магазины, которые они не рекомендуют, чтобы покупать. Надеюсь, данное видео оказалось вам полезным. Если вы сами являетесь владельцами инструмента Днепроэмили Фореста, напишите, пожалуйста, свои отзывы в комментариях. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. До новых встреч на YouTube.